На этой неделе будет ровно три года, как Садыр Джапаров официально вступил в должность главы государства. Однако в обществе по-прежнему вспоминают октябрьские события 2020-го и состоявшиеся чуть позже президентские выборы. На вопрос о том, что криминалитет тогда якобы поддерживал Садыра Джапарова, сам глава государства ответил так. «Скоро будет ровно три года, как вы дали присягу и вступили в должность президента. В обществе бытуют различные предположения относительно тех событий. Одно из таких связано с криминалитетом. В частности, говорят, что в те дни вам активно оказывал поддержку Камчик Ульбаев. Действительно ли это так? Нет, скажу прямо, он мне не оказывал поддержку. Он тогда поддерживал Сапара Исакова. Слух о том, что криминал поддерживает Садыра Джапарова, распространяли мои оппоненты и редакция Азатыка. Их план заключался в том, чтобы очернить меня перед народом и вывести из игры до выборов. Но по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, к 2020 году народ уже прозрел, и его уже нельзя было провести такими слухами. Неважно, какая была информация, народ сам всё разбирал и делал для себя правильные выводы. В итоге большинство оказало мне доверие, и я был избран президентом». Привёл глава государства и доказательства того, что поддержкой криминалитета тогда пользовался Сапар Исаков. «Вы отметили, что Камчик-Ульбаев поддерживал не вас, а Сапара Исакова. Есть ли у вас конкретные аргументы?» Этому есть доказательства. Мы тогда уже знали, что он оказывает поддержку Сапару Исакову. 6 октября Камчик-Ульбаев подарил ему бронированный «Мерседес», отметив, что он вместе с Алмазбеком Атамбаевым передвигался на этой машине. 8 октября Камчик-Ульбаев лично дал указания своим ребятам, чтобы они оказывали поддержку группе Сапара Исакова и Атамбаева. Такие данные тогда поступали через специальный отдел МВД посредством прослушивания телефонных разговоров. Криминал тогда, 8 октября, сделал для себя выводы. Они считали, что мы с Камчебеком Ташиевым остались одни, что весь народ поддерживает Сапара Исакова и что он станет президентом. 9 октября они все объединились и вышли против нас на митинг. Если помните, когда народ прогнал их с площади, Сапар Исаков и Атамбаев скрылись как раз на той бронированной машине, которую им вручил Камчик-Ульбаев. В тот момент, когда они скрывались с площади, неизвестным человеком были произведены выстрелы из травматического пистолета по дверям этой автомашины. Как выяснилось, с тех пор она хранилась в одном из гаражей в том же виде. Дверь, в которую попала пуля, не ремонтировали. Недавно эту машину нашли и ее владелец, представитель криминального мира Мурат Рамонов, дал показания, где рассказал, как он по указанию Камчик-Ульбаева 6 октября передал авто Сапару Исакову. Поэтому все доказательства есть, о чем я уже говорил. Рассказал глава государства и о том, почему отдельные журналисты распространяли откровенную дезинформацию. Мотивы ваших оппонентов понятны, они хотели вас очернить. Но зачем Азаттыку нужно было связывать вас с криминальным миром? Они были против того, чтобы я пришел к власти. Возможно, они получили указания извне быть против. Кто знает. Тем не менее, они на весь мир сообщили, что Садыра Джапарова поддерживают одни заключенные. И что народ, скопившийся на площади, это преимущественно зэки. В свою очередь, люди, собравшиеся на площади, выразили свое недовольство относительно такой лживой информации. Они хотели пойти в офис Азаттыка и разнести его. Мне тогда удалось остановить их. После этого народ перестал доверять Азаттыку. Люди знают, что они исполняют наказы своих финансовых покровителей извне. Народ сейчас не такой, каким был 20-30 лет назад. Он знает, кто есть кто, кто что делает и у кого какие недостатки. К слову, на своей странице в соцсетях пресс-секретарь президента Аската Лагозов опубликовал фото бывшего премьера Сапара Исакова и представителя криминального мира Мурата Рамонова во время октябрьских событий 2020 года.